Состоявшаяся 11 января в Москве встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении положат начало масштабной работе по восстановлению азербайджанского Нагорного Карабаха. Об этом изданию «Инфо-24» сказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении, которое было подписано в ноябре прошлого года, многие положения из-за цитнота были сформулированы в общих чертах. Встреча, которая прошла в Москве, по мнению Короченко, позволила конкретизировать целый ряд вопросов, в частности, создание транспортного коридора между Нахчеваном и остальной территорией Азербайджана. Создание транспортного коридора – это осознание существующих реалий. Война в Карабахе завершена, Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Дальше стоит вопрос экономического развития региона в целом. И здесь эти транспортные коридоры послужат на благо всем сторонам. Армении необходимо отказаться от идеи реванша, смотреть в новую реальность через призму укрепления армянской экономики. А новые транспортные коридоры будут работать на благо всех, включая и саму Армению. Это лучше и выгоднее, чем мечты реванша, которого никогда не будет, отметил собеседник издания. Также эксперт прокомментировал слова Никола Пашиняна, который заявил, что конфликт в Карабахе все еще не урегулирован, поскольку стороны не договорились о статусе Карабаха. По словам Короченко, подобные заявления нацелены на жителей Армении и предназначены исключительно для внутреннего потребления. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остается, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения, готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ. Какой статус? Этот вопрос уже давно закрыт. Азербайджан по итогам войны победил. Но для внутриполитического потребления, чтобы снизить накал критики в свой адрес, Пашинян решил поднять этот вопрос. Исключительно для того, чтобы показать армянской аудитории, что он там на переговорах что-то поднимал. С практической точки зрения, это не более чем колебания воздуха. Я думаю, Пашинян и сам это понимает, и армянская элита это понимает, и армянское общество это понимает. Судя по тому, что митинги протестной оппозиции практически сошли на нет, армянское общество все-таки устало и не хочет новой войны. Сейчас идет осознание реалий и примирение с этими реалиями. Главная задача Армении – не мечтать о чужих территориях, а строить свое будущее, добавил Короченко.